Хотя это очень трудно для иностранцев, как я, импровизировать. Но импровизировать будет интереснее, чем просто прочитать быстро мою статью. Поэтому я стараюсь импровизировать. А с начала мне хочется показать вам одно видео. Звук не слышен. Звук не слышен. Существует реальное видео о войне, которая произошла в Антарктике 1947 года. Это война между НРО и Американскими военными силами. Я хотел построить военную базу в Антарктике. И линкор, авианосец, и стребитель, и бамбар, и лошадь. Звук. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Такое уравнение. Относится только к величине, трансформирует единицу в физическую единицу. Но если время происходит, и так как в этом уравнении можно написать так тоже, да? Можно, как сказать, подставлять, поменять. Как я сказал в последнем докладе, в моей физике Тетраэдерные карнаты, да? Тетраэдерные карнаты. Это значит? Тетраэдер. Тетраэдер, да? Здесь центр и вся X, Y, Z и T. Это действительная оса. Это не мнимые оси в Миньковских карнатах. Координаты Миньковского, да? Четырехмерное пространство Миньковского? Да, это реально. И в этих координатах ось времени и ось пространства военные оси можно меняться? Экченж? Меняется время на какую-то координату в пространстве? Ну, можно. Это имеет равное цену, да? Это означает, что в первоначале Вселенной это было очень-очень огромное. Это означает, что в первоначале Вселенной это очень-очень огромный объем пространства. Да, да. И постепенно, когда ты, по мере того, что время протекается, радиус уменьшается, да? Потому что это увеличится, и это уменьшится, да? Уменьшается. И я скажу, что... И я поставлю это один, окей? Это кое-бициент, только. И если мы решим это уравнение, достанем это золотое сечение. Я скажу, что в поверхности этой огромной шари шари возникает... родилась... родилась звезда. И это звезда тоже уменьшает радиус. Ради... родились... другие звезды. И это золотое сечение. И вы видите, что это золотое сечение выведено из третьего закона Ньютона, динамического взаимодействия. На странице покажите еще. На странице, но это очень длинная статья. Это немножко трудно найти, да? Поэтому я импровизирую еще. В последний раз в последнем докладе я сказал, что... Это уравнение. Это относительная версия подлинного третьего закона Ньютона. Я думаю, что... Я скажу, что... Я скажу, что... Я скажу, что... Я скажу, что... это существует... магнитный монополь. Просторон, что... это не проявляет. Я скажу, что... Я скажу, что... это не проявляет. Электронные магнитные монополии, связанные с Вселенной. И... Н-пареальные магнитные монополии отделены. Совсем отделены. Потому что... когда мы видим позитрон. Позитрон имеет Н-пареальные магнитные монополии внутри. И электрон имеет С-пареальные магнитные монополии. Этот факт был найден шахпаронов России. Я скажу, что... Это прямая скорость. Уменьшается постепенно. Во всей Вселенной. Это скорость вращения. Это прямая скорость. На направлении... Тангенса... Как сказать... Поворачивание... Орбиты поворачивания. Это равно тоже в атоме. И закон сохранения поверхностной скорости Кеплера, например, это так, постоянное. Да? И это означает F постоянное. Мы можем вывести такой закон сохранения поверхностной скорости Кеплера из подлинного третьего закона Ньютона. Потому что структура эфира, эфирная структура, это так, это S полярный, я скажу, S полярное эфирное волокно. И это N полярное эфирное волокно. Если это структура субъекта, и если это вращается, это правосключенное N полярное волокно. То есть самое, которое двигается в этом направлении, и S наоборот. И потому что это как пружина, я скажу, это, я скажу, из-за структуры как пружины, как пружина. И когда мы видим, как мы это? Павал Тибайюши. Сколько мы это? Нори? Нори? А, окей. Я прямо скажу, да. Как я сказал в последнем докладе? Это реальная, реальная осень, временная осень. И когда объект двигается на неком направлении, это временная ось автоматически направлена на направление движения. И вы можете понять, что движение на плоскости, которая нормальная, против временной оси, не нуждает изменение времени. Вы понимаете? Потому что это нормально, да? И это значит, это скорость, да? Дельта икс, деленной дельта временем. Поэтому любое движение на этой плоскости терапорта. И я скажу, что если мы держим, если мы держим, если мы держим, Внутри пространстве отрицательной магнитной отрицательной, проницаемости и отрицательной электрической постоянной. Это будет плюс, минус, минус. И сила возникает благодаря антигравитации против Земли. Я желаю вам много объяснения, но я не могу сейчас. Это легко подняется. Например, Крепельников России построил такой прибор, как НРО, Использую я пьезоматериал, это значит крыло, насекомое, пьезоматериал. И внутри пьезоматериал можно... Я могу объяснить подробно, но сейчас нет времени, поэтому внутри такого пьезотела можно вывести отрицательную биоэлектрическую постоянную. Да, всё. Спасибо.